У нас в районе был такой кинотеатр «София», он как бы сейчас есть, только кино показывает. Раньше там концерты всякие проводили, я смотрел на афиши, и там какая-нибудь афиша такая висит там. Иванычки Интернешнл выступают в кинотеатре «София». Я думаю, что за фигня в кинотеатре выступать. Я, кажется, сейчас узнаю. Начинаем? Окей, всем привет. Меня зовут Миша Подурец, я джайл-ководч компании «Люксофт». У меня будет такой доклад-коротенечко на три часа. Уложимся в половину, я надеюсь. То, о чем я буду рассказывать, это наш опыт проведения межкомандных ретроспектив. Для того, чтобы было интереснее, я немножко там мешал разных кейсов. Поэтому все основано на реальных событиях, но совпадение случайное. То есть это как бы не целиковый кейс. В одной не-IT-компании в Москве есть IT-отдел. В этом IT-отделе есть PM. У этого PM есть три продукта, о которых он должен заботиться. Ну, там внутренний бизнес-автоматизация. У него есть команды, которые эти продукты делают. Одна команда делает только один продукт. Точнее, один продукт делает одна команда. Второй продукт делают все три команды. И третий продукт, там, две команды только делают. Спрашиваешь… А, да, у каждой команды есть там свой скрам. Итерации, ретроспективы, все отлично, там все работает, хорошо, замечательно. Приходишь к этому PM и спрашиваешь, там, мистер PM, у тебя вообще как вообще все? Говорит, ну, ты знаешь, вот, в принципе, один продукт там все окей, нормально, все успеваем, все делаем. А с двумя другими беда. Где-то мы сроки не выдерживаем, где-то мы, значит, там, багов у нас много. В общем, agile внедряли, внедряли, а что-то вот как-то не получается. Анализируем, смотрим причину. Вот, да, видите, у нас, значит, например, вот этот вот продукт берем. Три команды делают один продукт. У них там ретроспективы. Но получается, что у нас есть поток, как бы, поставки этого продукта. А оптимизируем мы его целиком не оптимизируем. Только локальная оптимизация происходит. Каждая команда себя локально оптимизирует. Эти быстрее вперед убежали, а те не успевают за ними. Ну и так далее, да, есть какие-то интеграционные моменты. А надо было так вот. Надо бы их друг с другом научить разговаривать. Ну, понимаете, да, если они друг с другом бы умели разговаривать, проблем бы не было, они бы сами договорились. Если не договорились, значит, нужно посадить договориться. Я не знаю, про что Асхат рассказывал, честно, не был. Но вот мне кажется, что он мог, например, рассказывать про что-то с той стороны, например, как требования можно сюда засовывать, так, чтобы им было легче работать. Я буду рассказывать про конец. Значит, собираем межкомандную ретроспективу. Мы все привыкли, да, там, про ретроспективу разговаривать. Есть agile ретроспектива, мы в конце каждого спринта что-то там собираемся, что-то там обсуждаем, разговариваем. Окей, файн. Соответственно, ну, это типа такого же. Только для большого количества команд. Значит, мы разговариваем об общих проблемах и синхронизируем процессы между собой. Делаем так, чтобы команды договорились. Значит, особенностью, тут можно сейчас сказать, это не обычная agile ретроспектива, да. Смотрите, есть куча книжек. Кто читал там всякие, там, agile ретроспективы, например, кто читал? Вот, не знаю, там, фан ретроспективы, да, там, вот есть куча книжек разных, в которых написано. Когда у вас скрам, вы делаете ретроспективы, и вы делаете их так, поваренная книга. Фишка вот в чем. Дело в том, что сама по себе ретроспектива, это не agile на самом деле штука. Это фасцилитационная сессия, которая учитывает особенности agile команд. Например, она учитывает то, что нас мало народу. Она учитывает то, что мы все друг с другом более-менее общаемся по ходу работы. И это просто точка, там, мы все останавливаемся, да, и там, что-то договариваемся. А здесь у нас куча народу. И не все общаются. И не все умеют друг с другом разговаривать. И проблемы одних других не волнуют, да, там. Это все тестировщики накосячили. Ничего не знаем. Или там, это все разработчики ядра накосячили. Мы вообще к этому отношения никого не имеем. Они плохие парни. Вот, поэтому, значит, особенности какие? Понятно, много людей, реже проходит. Ну, потому что там несколько команд собрать одновременно, там, часто это вообще нереально. Бизнес такой, как правило, не ведется. Нужно использовать, ну, немножко другие инструменты. Ну, понятно, почему, да? Там рецепты для маленьких команд одни, для больших команд другие. Ну, по поводу навыков фасилитации, тут понятно. Мне нужно управлять одновременно большим количеством людей. И опять же, если у вас, там, у скрам-мастера более-менее фасилитационные какие-то скиллы прокачаны, ну, он вот своей командой более-менее управляет. Здесь много людей, нужно управлять ими всеми. Есть цифра такая. Считается, что оптимальным соотношением фасилитаторов на людей это один к шестнадцати. За что купил, за то продал. Если, ну, это плотно с ними работать. Четыре малые группы, по четыре человека. Вот ими фасилитатор может управлять очень хорошо. Если у вас люди общаются получше друг с другом, нормально, ну, там чуть побольше будет. Но суть заключается в том, что если у вас 40 человек, 50 человек, 60 человек, 100 человек должны в ретроспективе присутствовать, там явно одного фасилитатора будет не хватать. Потому что нужно вести, нужно следить за динамикой общей групповой, там и так далее, и так далее, и так далее. Значит, в чем еще интересная особенность заключается? Вот мы, кстати, у вас в рюкзаках должны быть такие наши памятки, люксофтовские, по подготовке всяких митингов. Что там нужно делать? Вот поскольку agile и перспективы, они обычно берутся из поваренных книг и рецептов, там получается такая смешная штука. Например, если вы возьмете просто какую-нибудь книжку по фасилитации мероприятий, не agile, там будет обязательно написано там, поговорите со стейкхолдерами, проведите с ними интервью, выясните, какие у них цели, какие они там преследуют цели. У нас все понятно. У нас есть команда, у нас есть там product owner, условно говоря, у нас есть бизнес. То есть мы заранее знаем этих людей, и мы, в общем, более-менее представляем и цель процесса, и, грубо говоря, какие проблемы, возможно, возникнут и так далее. Этот пункт обычно упускается. А тут у нас будет много людей, у них много стейкхолдеров. Более того, много людей, они могут там сильнее влиять на корпоративную культуру, еще на что-нибудь. Соответственно, нужно не забыть подумать вообще, кто может быть стейкхолдером этого мероприятия, помимо тех обыкновенных людей, которых мы займем на ретроспективу. Не знаю, директора IT-департамента позвать. Или, например, вдруг мы захотим там релизиться, я не знаю, реже. Нам нужно же, наверное, кого-то спросить. Иногда, особенно если вы проводите их редко, или вы начнете сейчас проводить, например, имеет смысл поговорить о проблемах заранее. Например, как? Вот вы проводите ретроспективы обычные, и у вас там по-любому на ретроспективах где-нибудь висят бумажки, на которые вы повлиять никак не можете. То есть вот тот самый случай, что это вот ребята, которые из разработки ядра накосячили, или там из фронт-энда накосячили, это не мы. Да, то есть это вот та проблема, которая межкомандная. Соберите с досок эти стикеры, грубо говоря, и принесите на межкомандную ретроспективу, обсудите. В неаджайленных корпорациях обычно там целый процесс предшествует проведению ретроспективы. Там полгода они могут собирать всякие проблемы со всех отделов, со всех там участников и так далее, и так далее, или только потом выходят на мероприятие. Ох, какие-то на одном дыхании. Окей, значит, для этого, естественно, тоже есть свои рецепты. То есть для проведения больших мероприятий разработаны свои какие-то схемы для того, чтобы их проводить. Окей, файн. Давайте сейчас… Ну, они, в принципе, все гуглятся легко. Добавляете в конец слово facilitation и получаете схему. Вот, например, World Cafe. У вас много народу, примерно однородные проблемы. Сажаете, предположим, вот там как это делается. Сажаете стол, по 4 человека на стол. Они проблемы пообсуждали, потом один на столе остался, остальные пошли по другим столам. Там обсуждили те же самые проблемы и пошли дальше. И так несколько раундов. Сколько вам нужно для того, чтобы выработать какое-то решение. Потом они возвращаются на стол к тем людям, которые там за этим столом остались, обсуждают все, что они услышали в большой аудитории и принимают какое-то решение. Окей. Есть воркаут. Воркауты – это формат ретроспективы, который разработал General Electric, по-моему, где-то в 80-х годах. То есть вы собираете кучу людей, там до тысячи человек, они брейншторм дичайше устраивают. Потом идет галерея идей. То есть вы оставляете людей вокруг комнаты, и они представляют свои идеи другим. А те ходят вот так вот вокруг. И тоже таким образом происходит распространение информации по всей комнате. Потом разрабатывается план действий, и люди все собираются и принимают окончательные решения. То есть они выработали там 50 штук, и они решают, какое из 50 штук они будут внедрять. Future search. Если вы должны проинспектировать достаточно долгий период времени, то имеет смысл начать взгляды в прошлое. Я сейчас покажу, как мы это делали. То есть вы смотрите, что у вас было, что у вас сейчас есть, куда вы хотите прийти, от чего вы совместно готовы отталкиваться. То есть вот что там есть. Мы крутая команда девелоперов, у нас такие скиллы, вот мы можем туда идти. Дима, кстати, сейчас про это рассказывал, когда про Мэри Поппин Дик. С футбольным полем. И планируете дальнейшие действия. Есть open space технологии. Если у вас, например, люди достаточно заинтересованы в проведении ретроспектив, но им неинтересно обсуждать все вопросы, которые поднимаются, можно сделать, что у вас есть какое-то общее собрание такое. Вы генерите там идеи, а потом расходитесь по кучкам. То есть, например, тестировщики идут в одну кучку, Java-девелоперы в другую кучку, они там решают идеи. Понятно, что там, может быть, менеджеру неинтересно решать проблемы тестировщиков в чистотехнического плана. А тестировщики там посовещались, решили и пришли обратно, и рассказали. Мы вот такие проблемы обсудили, приняли такие решения. Ну, собственно, возвращаемся к мистеру PM. У нас было три команды, там около 30 человек, два фасилитатора и шесть месяцев работы. Их, которые нужно было проинспектировать. Изначально мы что думали? Что мы сделаем вот этот вот, помните взгляд в прошлое? Есть такая активность, называется timeline activity. Когда вы заставляете команды вспоминать все, что было, и рассказывать об этом истории. Там timeline рисуется, они стикеры клеивают, потом рассказывают историю. А потом open space. Ну, понятно, да, там не все им интересно друг с другом общаться, где-то там QA поговорить друг с другом, где-то кто-то еще, и вот они соберут. Значит, проблема, почему нужны всякие интересные фасилитационные штуки здесь. Вот почему. Потому что получилось, в результате у нас вот что. то есть каждый перерыв мы с Максом Гапоновым выходили и проводили собственную ретроспективу, процесс ретроспектива. Смотрели, что идет у нас не так, что получается, что не получается. В результате ретроспектива получилось вот следующее. Вот, кстати, timeline activity. Маша рассказывает про то, что у них было. Вот у них timeline, стикеры, рассказ. Выяснилось, что, например, командам было тяжело генерить идеи. То есть они сидят и не знают, с чего начать. Мы подключили визуализацию. Есть hotair balloon, speedcar, такие вот, когда вы рисуете что-нибудь на бумажке, это визуализирует, включает там правое полушарие, и люди начинают лучше генерить. Есть проблема, когда люди сидят и отмалчиваются. В этом случае, ну, вот мы что сделали? Мы сделали больше работы в группах. Когда четыре человека сидят за столом, отмалчиваться сложнее. Ну, реально. Причем они же говорят не нам, они говорят друг с другом. А потом кто-то один выходит и всем остальным сообщает. И еще один момент, когда мы дошли до самого вот такого прямо вот боли, стало тяжело им общаться. То есть вот они реально очень тяжело шло. И поэтому вместо просто open space мы сделали fishbowl. Это когда у нас есть четыре стула. Три человека сидят, разговаривают. Если ты хочешь что-то сказать, встаешь, садишься на свободный стул. И кто-то один должен встать и уйти. А все остальные слушают. И за счет этого мы вовлекли как бы всю аудиторию. Собственно, несколько выводов. Межкомандная ретроспектива это не совсем обычная ретроспектива. К ней нужно просто чуть по-другому готовиться, чуть по-другому проектировать, собственно, сам процесс. Про стейхолдеров и подготовку не забывайте. И очень круто дизайнить так, чтобы было больше работы в малых группах. И используйте побольше фасилитаторов. То есть возьмите там всех скрам-мастеров, например, ваших команд и попросите их всех фасилитировать этот процесс. Как говорится в одном из журналов, да, известно, 10 причин, по которым вам стоит начать проводить межкомандную ретроспективу уже прямо сейчас. Спасибо. Ваши вопросы? Здравствуйте. Подскажите, метод World Cafe. Я правильно понимаю, что люди делятся на группы по 4, скажем, человека, они сидят, каждый за своим столом, обсуждают, потом возвращаются каждый на свое место и рассказывают, о чем договорились. То есть, по сути, каждый из этих четырех людей рассказывает свою интерпретацию того, как он понял то, о чем договорились. Ну, фактически, да. А это где-то фиксируется, чтобы не получилось, что каждый из четырех понял по-своему? За каждым столом остается один человек сидеть всегда. То есть у вас 4 человека за столом, 3 основных участника группы и один, условно говоря, администратор группы. Он всегда сидит за своим столом и он фиксирует принятые решения за этим столом. То есть он администратор стола. И люди, когда они прошли по залу, поговорили друг с другом, поговорили с другими людьми, пришли, сели, а у него уже все записано. И они начинают уже обсуждать общие идеи всего зала. А если в группе попали не самые такие активные люди, то есть 4 человека сидят, смотрят друг на друга или администратор в данном случае выступает ролью фасилитатора? У вас есть фасилитаторы обычно в комнате. А, то есть они ходят между столами, следят? У вас, предположим, 20 столов, и на эти 20 столов, предположим, 2-3 фасилитатора. В тот момент, когда команды обсуждают что-то, один смотрит за временем, ну просто чтобы, окей, перешли на следующий стол. А два других ходят по залу и смотрят, если кому-то нужно помочь, они помогают управлять этим процессом. Спасибо. Спасибо за доклад, Михаил. Данила Ковалев. Я хотел спросить относительно, насколько, может быть, я просто не застал пьяный начало доклада, поэтому, может, вы говорили, извините, если повторюсь, насколько часто, то есть есть какие-то правила, соответственно, насколько часто нужно проводить, то есть не нужно, а желательно проводить межкомандную ретроспективу? Есть какие-то? То есть или от частоты релизов, либо от количества команд, либо от чего? Есть какие-то рекомендации? Я ждал этого вопроса, да. Спасибо. Если бы у меня был подарок, я бы сейчас вам отдал. Значит, смотрите, реально рекомендаций как таковых нет. Если вы видите на обычных ретроспективах, что у вас много проблем, пора проводить. Ну вот именно таких вот. Общепроектных, на несколько команд, про проблемы зависимости и так далее. Нужно проводить. Ну, желательно проводить. Вообще, в принципе, эту ретроспективу можно проводить уже на второй день проекта. И проводить ее каждую неделю. Вопрос только в том, насколько бизнес на это пойдет. Потому что это же большое мероприятие, оно проводится один день, один день, два дня, три дня проводится. В зависимости от ситуации. Но здесь есть такой маленький момент. Чем реже вы их проводите, тем дольше они занимают. Поэтому, когда вы видите, что у вас какие-то проблемы начинаются, имеет смысл собраться, поговорить о проведении такого мероприятия. Еще вопросы? Здравствуйте. Такой вопрос. Если у вас несколько команд делают один проект, и они сидят в разных городах, есть какие-нибудь советы? Use Skype Luke. Ну, по Skype тяжело ходить по комнате. Ну, смотрите, если у вас есть возможность, ну, там, раз в полгода соберите их вместе. Это на самом деле офигенный тимблодинг эффект еще будет. Но если нет возможности, ну, вам придется устраивать через какие-то там способы онлайн-общение. Ну, в этом онлайн-общении получается у нас просто сессии мы все обсуждаем, или тоже есть какие-то техники, ну, такого, когда нельзя там разбить людей на группы? Ну, да, на группы там достаточно тяжело получится разбить. Ну, вот OpenSpace, наверное, как-то можем. Собрались, поговорили, потом друг с другом созвонились, обсудили, потом опять все вместе собрались. Ну, например. OpenSpace, кстати, может проводиться в несколько дней вот именно с этой целью. То есть сначала идет общее собрание, там, где вы генерите вот поток проблем, которые нужно решить. А вот эти маленькие собрания групп можно проводить в тот же день, на следующий день. Ну, главное, чтобы это просто какой-то был более-менее фиксированный кусок времени, чтобы у вас в каком-то моменту были приняты решения, и вы могли их уже применять на практике. Спасибо. Так, у нас есть время на последний вопрос. Есть желающие? Хорошо. Тогда поблагодарим Михаилу. Да, спасибо. А у нас сейчас обед.